2020 год особенный для жителей Облучинского района в том числе. Пандемия коронавируса и масочный режим перевернули жизнь с ног на голову. Решить вопросы здравоохранения и социальной сферы нужно было незамедлительно. Врачи инфекционного госпиталя на базе Облучинской районной больницы оказались на передовой в борьбе с инфекцией. Для улучшения качества оказания медицинской помощи в больнице Теплоозерской и Облучье приобретено новое оборудование, аппараты УЗИ и маммографы для диагностики онкологических заболеваний. В соответствии с госстандартами оснастили и фельдшерско-акушерские пункты. Помимо поддержки от губернатора ЯО Ростислава Гольштейна, лечебные учреждения получали помощь и от регионального парламента, которое, к слову, затрагивало и другие сферы. Мы приняли законы поддержки врачей, мы приняли закон по поднятым рот, мы приняли закон по поддержке сельскохозяйства и достойнее больничной вести, потому что многие вынуждены были за болезни сидеть дома и длительный период. Поддержка медицинских работников, социальных работников и бизнеса. 2020 год ознаменовался для Облучинского района многими положительными моментами. По программе социального развития центров экономического роста, инициированной Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, муниципалитетам освоено около 150 миллионов рублей. Вы знаете, что главой района я стал буквально два месяца, но жил в этом районе, видел, наблюдал, работал я также в муниципальном образовании. И таких вливаний в экономику нашего района, на моей памяти, но я, честно говоря, не могу припомнить. Это очень большие вливания, которые нам сегодня позволяют делать жизнь комфортно. Благодаря программе «Точки роста» проекту ЕО «Территория действий» и поддержке полпреда президента под ФО Юрия Трутнева в Облучинском районе вырос парк спецтранспорта. Теперь в городе железнодорожников и селах работают новые автомобили скорой помощи, пожарная техника, уборочные машины и автобусы. А чтобы в квартирах местных жителей было тепло, для котельных приобретено резервное и насосное оборудование. Была отремонтирована часть дорог общего пользования местного значения. Это подъезд к поселку Теплоозерск, подъезд к селу Заречное, это ремонт дороги возле центральной районной больницы города Облучи, это ремонт улицы Калинина к школе номер 4 Хинганск, это ремонт улицы Творковского. Все его долго ждали, улица была в очень плохом состоянии. К работе по улучшению качества жизни в Облучинском районе подключились и градообразующие предприятия. Например, в Теплоозерском цементном заводе работа кипит практически по-прежнему, и это несмотря на снижение продаж из-за пандемии. По словам директора организации Евгения Сысоева, в экономически нелегкое время удалось не только стабильно выплачивать зарплаты работникам, избежать сокращений, но и продолжить внесение в развитии поселка Теплоозерск. В этом году было выполнено достаточно много. Мы провели ямочный ремонт одной из улиц поселковой. Мы уложили, асфальтировали дорожки дополнительные в городском парке, отремонтировали, заменили кровлю на поселковом доме культуры. Также оказывали, как обычно мы каждый год оказываем, всяческую помощь школам, детским садам. Все лучшее детям. В уходящем году на базе районных школ созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей точки роста. Сейчас классы Облучинской второй школы и некоторых сельских учебных заведений приобрели современный вид. Мы посмотрели кабинеты, которые были отремонтированы, оборудованы и оснащены по точке роста. Это кабинеты в Теплоозерской школе, в Облучинской школе, это школа Беракан. Сегодня мы видим, с каким увлечением и задором здесь занимаются ученики. Школы получили необходимую мебель и оборудование для изучения информатики ОБЖ технологии в новом формате. Помимо этого, центры оснащены современными гаджетами. Наша школа всегда мечтала о современных классах, о том, чтобы было какое-то хорошее оборудование, для того, чтобы можно было после уроков прийти чем-то заняться, порисовать, попрограммировать что-то. У меня более узкая направленность, это также программирование, естественно, и рисование на графическом планшете. У меня мама, тоже художник, но мне по душе больше не бумага, а компьютер. Здесь большая возможность, особенно с новыми приборами, с новыми компьютерами особенно. Благодаря такому ноу-хау возможности для занятий расширились. Школьники учатся моделировать, конструировать, изучать робототехнику, проходят курсы по оказанию первой медицинской помощи. Конечно, сильно и влеклись. Все же понимают, что за информационными технологиями наше будущее. Детям все очень интересно. И оборудование интересно, и в шахматы, и проектная деятельность, и робототехника. Для обеспечения детей качественным горячим питанием во многих школах отремонтированы пищеблоки. До начала учебного года подрядчики сделали косметический ремонт, заменили плиты и оборудование. До ремонта, с начала строительства школы, конечно, здесь таких капитальных ремонтов никогда не было. Проводились только косметические ремонты. Сегодня столовая, конечно, приобрела другой облик. Она у нас сегодня просто красивая, современная. Одним из самых популярных занятий среди молодежи стал спорт. Для облучинской спортивной школы приобретено 10 комплектов баскетбольной формы. Как для мальчиков, так и для девочек. Символика ЕО. Майки, шорты и олимпики позволят спортсменам выглядеть достойно на соревнованиях разных уровней после пандемии. А для тренировок школа поселка Хинганск получила новые спортивные принадлежности. Получили большое количество инвентаря. Это мячи номер 3 баскетбольные 10 штук, номер 5 10 штук, номер 6 также 10 штук и номер 7 10 штук. Также получили мы гранаты для метания. По 10 гранат 500 грамм, 10 гранат 700 грамм. И также гимнастические маты. Дальше больше. В облучье строится физкультурно-оздоровительный комплекс бассейна по программе «Газпром детям». Пока завершен первый этап возведения объекта, сдача которого запланирована на третий квартал 2021 года. Кроме учебы и секций, дети могут провести свободное время на новых детских площадках в поселках Пашково, Хинганск, Кульдур. Известковое и в облучье. Каждая из них оснащена антиударным покрытием и тренажерами. Я как предприниматель езжу в поселки Рады, Пашково, Заречное, вожу хлеб туда и вижу, что там тоже такое же состояние происходит, как и в городе. Тоже стоят детские площадки красивые, а также освещаются улицы, ставят освещение. Я думаю, что в дальнейшем, в следующем году будет еще лучше, еще качественнее и красиво. Для поселка Хинганск 2020 год ознаменовался завершением благоустройства местного парка культуры и отдыха. На дорожку освещение и мягкое резиновое покрытие для спортплощадки выделено около трех миллионов рублей в рамках национального проекта «Комфортная городская среда». Вы знаете, люди с удовольствием теперь ходят, мамашки с маленькими детьми ходят, дети. Дети очень довольны, и мы все довольны. Преобразование затронули и культуру района. В 2018 году театр юного зрителя стал участником партийного проекта «Культура малой родины» в направлении театра малых городов. За три года претерпели изменения сцена, зрительный зал, звуковая и световая системы, костюмы актеров. Средства, вложенные в реконструкцию театра, выделила партия «Единая Россия». Сейчас ТЮЗ готовится к показу премьерного спектакля про Федота Стрельца. В этом году мы опять являлись участниками партийного проекта «Культура малой родины» по направлению театра больших и малых городов, где нам было выделено около 5 миллионов рублей, из которых мы потратили часть на оснащение материального. Получается, мы приобрели экран нового уровня и проектор. Также мы остальную часть денег потратили на приобретение ткани для пошива костюмов для актеров. Провели работу в уходящем году и для приобщения молодого поколения к прекрасному. Например, у группы «Дэйва» в рамках проекта «Быстрые победы» получили новые гитары, барабанную установку и микшерный пульт. Свои новые музыкальные инструменты получили и 45 районных учреждений культуры. Такого финансового влияния действительно очень давно не было. И просились уже инструменты более современные, касаемо фортепиано, ну и аккордеона, потому что играть уже не на чем было. Таким выдался 2020 год для Облучинского района. Впереди много планов. Тут и строительство школ в Радде, Будукане и Облуче, и ремонт амбулатории в Куддуре. Надеюсь, просто уверен, в этом будет преображаться, если также четко будет выстроено взаимодействие региональной, федеральной и районной власти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова